Роботы уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их используют для создания техники, лекарств, бытовой электроники, а также они сильно упрощают жизнь человека в быту. Примечательно, что роботам доверяют доставку продуктов, управление и даже создание машин. На сегодняшний день перед учеными и разработчиками стоит важная задача – улучшить взаимодействие человека и робота, чтобы увеличить производство. В Институте искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета начали разработку коллаборативного робота, или сокращенно – кобота. Они подходят для выполнения разных задач – покраски, шлифовки, сварки. Сфера применения также широка – от обороны промышленного комплекса до производства медицинской техники и оборудования. Коботы – это такие типы роботов, которые взаимодействуют непосредственно с человеком, то есть их, условно говоря, не программируют, а они работают согласно натуральным командам человека, то есть по голосу, по жестам, просто помогают им выполнять какие-то операции, и для них максимально важно задать корректные правила функционирования, условно говоря, чтобы людям они не повредили. Но они являются гораздо более эффективными в тех случаях, когда идет не массовая, например, конвейерная сборка, а когда рассматривается экономика, ну, как сейчас, индивидуальных изделий. Ну, сейчас, условно говоря, даже каждый автомобиль индивидуальный, и сейчас они начинают все более и более встраиваться именно в жизнь современных предприятий, в самые различные изделия, и по ним вот сейчас вот начался практически взрывной рост публикаций, ну, и мы, так сказать, ну, вовремя ухватили возможность, ну, действительно сделать значительный вклад в эту область. Разработан прототип Кобота. Корпус для него создали на 3D-принтере. Как заявляют создатели, в последующих версиях будут использоваться голосовые команды и жесты рук, чтобы управлять коллаборативным роботом. Уникальность данной модели в том, что она может ходить по стенам и потолку. Это стало возможным благодаря присоскам и гидравлическому насосу, который выкачивает воздух из присоски, тем самым позволяя роботу мобильно перемещаться по разным поверхностям. Нашей съемочной группе одной из первых показали коллаборативного робота в действии. Мы разрабатываем именно Коботов индустриального назначения, то есть это малые машины, ну, малого размера, они весом до 100 кг, которые перемещаются, именно перемещаются, мы разрабатываем именно мобильные Коботы. По различным поверхностям, в опытных цехах, в экспериментальных цехах, на различных, ну, откровенно говоря, захламленных площадках, так, где мало рабочих мест, и они могут закрепляться и работать как на горизонтальных поверхностях, так и на наклонных, так и даже вертикальных поверхностях в ряде случаев. А операции, какие они выполняют? Ну, в общем, те же самые операции, что и мастера, и работники на любых производствах, то есть это практически все, начиная от сборки, покраски, клепки, зимковки, стверли, сыровки, то есть вот, ну, вот, собственно говоря, вот такая, в чем еще вот, то есть, понимаете, эти роботы, они выступают как именно помощники специалистов людей. Не стоит забывать, что это только ранний прототип. Команда высококлассных специалистов трудится над улучшением моделей и доработками, модифицирует способы закрепления на разных поверхностях, разрабатывает алгоритмы походки и многое другое. Планируется, что в 2024 году будет создан полноценный образец для работы, а в 2025 начнется сборка и демонстрация коботов на промышленных предприятиях. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Тимур Ахметов, Александр Кузнецов. Универ Новости.